Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР ТВ в студии Ксения Каста. И начнем с ситуации на Кавказе. В Нагорном Карабахе режим прекращения огня закончился. В свою очередь, Москва заявила, что не поддерживает позицию возможности решения конфликта вокруг спорного региона военным путем. Глава российской дипломации Сергей Лавров напомнил, что в пользу исключительно политического урегулирования четко высказывались президенты России, США и Франции. Между тем, Владимир Жириновский согласился с новым вариантом разрешения проблемы, который предложили армянские предприниматели. Армян, проживающих за рубежом, их 3-4 миллиона, особенно в Америке, в Калифорнии. То есть они запросто соберут необходимую сумму, надо договориться с Салиевым, он пообещает выдать необходимые пособия на строительство жилого дома всем семьям, переселенцам, с Карабаха, азербайджанцам. И тема будет закрыта навсегда. Таким путем и надо решать вопросы. Зачем проливать кровь? 5 тысяч погибло, еще 5, еще 5. И никто ничего не сможет сделать. А выкупить землю, Карабах, чтобы это было армянский, а азербайджанцам дать денежную компенсацию и выделить участки, и они быстро построят себе хорошие новые дома, и тема будет закрыта. Правильная позиция, это самое лучшее. Ну я бы так на глазок мог бы максимальная цена его, я не знаю, ну 200 миллионов долларов, я так думаю. Но армяне тут больше. Если надо, миллиард долларов соберут, и азербайджанцы будут довольны. Они купят себе хорошие дома, и проблемы не будет. Сотрудники белорусского ОМОНа сегодня утром задержали несколько студентов, которые вышли колонной на улицу, чтобы поддержать начавшуюся в стране стачку. На одном из факультетов Белорусского госуниверситета акции протеста проходят в форме сидячей забастовки. В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко. С сегодняшнего дня оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях. Владимир Жириновский накануне у посольства Беларуси в Москве провел акцию против революции. Председатель ЛДПР отметил, что новая власть хороша тогда, когда она сформирована законно. Определенные антибелорусские центры объявили, что сегодня заканчивается ультиматум, и завтра они планируют начать антигосударственные акции на территории Беларуси. И символично, что сегодня тоже 25 октября, молодежь, наверное, не знает, что случилось с нашей страной, тоже 25 октября 1917 года, 103 года назад. Поэтому эта дата нас не очень радует. И, конечно, мы категорически против того, чтобы завтра кто-то мог начать совершать действия в Беларуси, которые могли бы привести к экономическим потерям, людским потерям. Это тоже немаловажно. Поэтому те, кто задумывают, призывают остановить производство, перейти к тотальной забастовке. Все лозунги, которые были в первые три русских революции, 1905 год и две в 1917. Тоже демократы тогдашние, которые еще при царе действовали, призывали граждан снимать деньги в банках с тем, чтобы обрушить финансовую систему. Через 115 лет то же самое предлагают белорусские оппозиционеры. Заблокировать финансовую систему страны, остановить железные дороги. Так было в сентябре 1917 года. Поэтому когда для наведения порядка представители власти угрожают применить очень жесткие меры, это в интересах того, чтобы те, кто пытаются поломать страну государства, потом жертв будет очень много. Российским омбудсменам запрещено хранить деньги в заграничных банках. Президентский законопроект о введении ограничений для уполномоченных по правам человека накануне в первом чтении приняли депутаты Государственной Думы. Согласно документу, постоянное проживание омбудсмена также должно быть на территории Российской Федерации. Фракция ЛДПР поддержала президентскую инициативу, который внес проект федерального кондиционного закона, который корректирует статус и требования к федеральному уполномоченному правам человека, который вводит ограничения для уполномоченного права человека Российской Федерации. Это очень важный инструмент, поскольку он является парламентским институтом. Уполномоченный – это поверенный депутатов, представитель депутатов в сфере защиты прав и свобод человека гражданина на территории всей Российской Федерации. Конечно, каждый депутат, взятый в отдельности, также может заниматься в своем округе или в своем субъекте от своего имени от имени фракции, которую он представляет, вопросами защиты прав избирателей. Однако федеральный уполномоченный права человека – это публичная личность, медийная личность, которая в случае появления каких-то резонансных вопросов, острых вопросов, вызвавших определенные отклики в обществе, возмущения, массовость в обсуждении этого вопроса, привлечет внимание к этой теме своими запросами, комментариями соответствующих ситуаций, споров и последующие реакции на них мерами реагирования, возможно, нанесением проекта федерального закона. Поэтому фракция ЛДПР традиционно очень много внимания уделяет вопросам процесса формирования этого института важнейшего. Мы много раз говорили о том, что должность уполномоченного, а также как и другие надзорные должности, должен занимать представитель оппозиции. И в первую очередь, конечно, ЛДПР в тех субъектах, где у нашей фракции есть губернаторы, высшие голосные лица, уже эта практика, в принципе, применяется и дает свои первые сходы, свои плоды. Фракция ЛДПР поддержала проект, он позитивный, он направлен на то, что у уполномоченного на федеральном уровне не было счетов за границей, он не сохранил в иностранных банках денежные средства, ценности, какие-то там драгоценности, также члены его семьи. И ввели требования о постоянном проживании уполномоченного права человека на территории Российской Федерации. Это абсолютно логично, эта норма появилась в Конституции, и вот президентским законом корректируется федеральное конституционное законодательство. Почти тысячи участников отрасли пассажирских перевозок собрались накануне в Сочи на Всероссийской конференции «Такси-2020». Подобная встреча уже четвертая по счету. О проблемах и перспективах отрасли в условиях пандемии подробнее участник в форумах депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Старовойтов. В Сочи прошла очередная конференция «Такси-2020», на которой беспрецедентно собралось около тысячи человек. Помимо участников, которые представляли различные таксопарки, индивидуальных предпринимателей, то есть субъекты малого и среднего бизнеса, были представители уполномоченных органов субъектов, то есть это Министерство транспорта субъектов, Департаменты транспорта субъектов, также представители различных общественных организаций. Было очень много споров, и, пожалуй, один из самых важных вопросов, который обсуждался на данном мероприятии, это два альтернативных законопроекта, которые сейчас находятся в стенах Государственной думы. Один из этих законопроектов, как его принято уже называть в отрасли под авторством Москвичева, второй законопроект под авторством Турчака. На конференции я изложил однозначно позицию, несмотря на то, что я нахожусь в соавторах второго законопроекта, где главным автором является заместитель председателя Совета Федерации Турчак, так, что ни один из этих законопроектов не отвечает интересам отрасли. Есть масса положительных моментов и в первом законопроекте, и во втором законопроекте, но при всем при этом мы должны понимать отчетливо, что та отрасль, которая давно уже работает в цифровом формате, а именно из всех транспортных отраслей, такси первая, кто начал работать именно в таком режиме, проконтролировать этот процесс аналоговыми способами невозможно. Поэтому, что бы мы ни написали хорошего в этих текстах законопроекта, ничего это работать не будет до тех пор, пока государство не поймет, что необходимо создать государственную федеральную систему, автоматизированную систему, которая будет интегрирована и с агрегаторами, и с ГИБДД, и где можно будет моментально получать данные о том, когда водитель вышел в рейс, сколько он находится в рейсе, потому что водитель работает по 16-18 часов, где он прошел медиков, где он прошел техников. В противном случае, когда в каждом субъекте только один человек в Министерстве транспорта отвечает за организацию деятельности такси, мы не решим никаких вопросов. А ведь такси – это не только качество перевозки, такси – один из основополагающих моментов вопрос безопасности. И граждане очень часто задают вопросы, а кто должен нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, которые произошли с участием таксиста. А с каждым годом, к сожалению, у нас статистика крайне негативная, статистика аварийности по такси становится все хуже и хуже, потому что государство в данной ситуации умывает руки и не предприняло за последние 7-8 лет, о которых говорит профессиональное сообщество, напоминая нам о том, что нужен закон, а пока что ВОЗ и ныне там. В период пандемии коронавируса вскрылся неприятный факт. В стране катастрофическая нехватка больниц для инфекционных пациентов. В спешном порядке были брошены силы и средства на строительство новых госпиталей. Между тем, в стране сотни объектов, которые именуются как больничный недострой. И это одна из важных социальных проблем нашей страны. Взять хотя бы известный в Нижневартовске долгострой на тысячу коек. Вероятно, им в скором времени займется Генеральная прокуратура. Соответствующее обращение я адресовал на председателя счетной палаты Кудрина Алексея Леонидовича. Она связана с недостроями. Таких недостроев, скажем так, объектов, которые строятся на протяжении достаточно длительного времени, в масштабах страны их огромное количество. Алексей Леонидович в своих выступлениях в Государственной Думе уже об этом неоднократно говорил. Это образец, такие объекты, это образец неэффективного использования бюджетных денежных средств. Для Ханты-Мансийского округа это достаточно серьезная проблема. Одним из таких объектов у нас является больница в городе Нижневартовске. И после последнего посещения моими коллегами данного объекта мы понимаем, что эта стройка в очередной раз будет заморожена, скажем так. Сроки ее сдачи будут в очередной раз переноситься. Но это, честно говоря, уже ни в какие ворота не лезет. И, по крайней мере, мы считаем, что соответствующее обращение уже в Генеральную прокуратуру мы будем делать мое обращение в счетную палату. Оно связано с подготовкой и дачей оценок ходу событий по реализации этого проекта. Но посмотрим, чем это все закончится. Но, по крайней мере, на контроле этот вопрос мы будем держать. К этому часу все новости. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы можете смотреть в режиме онлайн в Ютубе. До свидания. Продолжение следует...